МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Летние работы заморозили. Машины едут оттуда, отсюда, со всех сторон. Как пешеходы и водители пересекаются на опасном перекрестке. Ей не нужны дорогие гаджеты. В прошлом году у нас заметили, что проблема может быть со слухом. Шестилетняя Ярослава мечтает о слуховом аппарате. Первый год, первый грант. Молодой фонд «Трезвость» успел отличиться. Звоните и присылайте. Стартовал сбор вопросов к прямой связи с Айдаром Медшиным. Недостаточно пластмассы и резиновых изделий. Дать такое направление, в которое может двигаться, которое будет поддержано государством. В Нижнекамске прошел Камский бизнес-форум. Новогодние мечты. Большую куклу с сумочкой. Кто может стать Дедом Морозом? Бескорыстное внимание. Кто устроил праздник особенным детям? У кого окажутся чемпионские перчатки? В городе стартовал чемпионат по боксу. В прямом эфире новости на телеканале НТР в студии Александр Комаров. Здравствуйте. Школьникам предлагают безналичный расчет. У них появятся пластиковые карты. С их помощью дети будут заходить в учебные заведения, расплачиваться за обеды и проезд в транспорте. Инициаторы нововведения уверены, этот инновационный проект позволит решить многие проблемы в организации учебного процесса. Правда, есть те, кто с этим не согласен. Обе стороны выслушала Анастасия Шакирова. Директора школ, заведующие столовых, классные руководители, педагоги. В течение всего дня работники школ сегодня встречались в Центре творчества детей и молодежи. Встречались, чтобы обсудить главный и важный на сегодняшний день вопрос. В Нижнекамских школах вводится новый проект под названием «Школьная карта». Об этом проекте слухи ходили давно. Официально о нем заговорили только сегодня. С 1 апреля следующего года дети получат атрибут взрослой жизни – пластиковую карту. Нижнекамские учебные заведения попали в республиканскую программу «Школьная карта». Карты банковской карты. То есть у них будет возможность оплачивать услуги, такие как питание. В магазинах они смогут с ними расплачиваться. И эти карты будут считываться при посещении школы, при посещении учреждений дополнительного образования. То есть родители будут видеть, во сколько ребенок зашел в школу, во сколько вышел путем получения сообщения. Родители смогут отслеживать и все платежи, которые произвел ребенок по карте. Увидеть это можно будет в личном кабинете. Но однозначно проект был направлен на уход от наличности при оплате питания, сделать прозрачную систему, чтобы родитель понимал, за что и каким образом происходит оплата питания, и был информирован как раз об этой услуге. На банковской карте будет вся информация о школьнике. Имя, фамилия, фотография, класс. Правда, ученики младших классов вместо них получат браслеты. Это будет аналог карты. Носить его нужно будет на запястье. Мировой прогресс движется вперед, и, соответственно, в школу это тоже доходит. В принципе, с одной стороны, это очень даже полезно, очень даже удобно, потому что родители будут знать, когда дети пришли, когда они ушли. То есть, как я вот знаю, и в столовых они уже будут за обед расплачиваться этими карточками. Ну, в принципе, с одной стороны, очень удобно, с другой стороны, так как еще эта система не адаптирована, будут возникать какие-то проблемы. А проблемы уже возникли. Не все родители согласны с нововведением. У многодетных мам Резиды и Натальи проект вызывает массу вопросов. Это больших денег стоит. Все эти турникеты, все эти планшеты сопроводительные, все эти программные обеспечения. Правильно, да? Вот. Я сразу начинаю задавать вопросом, почему вдруг они вспомнили о школе. В школе, в которых, во многих школах, у нас замечательные школы, в которых у меня дети учатся. Я не буду про них говорить. Материальная база моих школ, в которых мои дети учатся, замечательная. Но есть школы, в которых линолеум драный. И такие, такое современное оборудование вводится. С какой целью сразу? Почему вдруг банки заинтересовались школами? Женщины собрали более ста подписей против нововведения. Написали жалобу в прокуратуру и депутатам. Они уверены, проект до конца не продуман. Например, их пугает один момент. С помощью этой карты дети смогут покупать в магазине все, что угодно. Вот это новшество противоречит, во-первых, Конституции, потому что мой ребенок имеет право пользоваться учебой, не цепляя на себя никаких чипов. А во-вторых, он несовершеннолетний. Ребенок это несовершеннолетний. Следовательно, он не может совершать никаких банковских транзакций. В управлении образования готовы к такой реакции родителей. Обещают ответить на все вопросы. С родителями мы готовы проводить индивидуальную работу. И когда вводилось электронное образование, начиная с 2010 года, мы прошли этот этап. То есть своеобразный негатив он был. Все, что новое внедряется, оно всегда идет со скрипом. В ближайшее время во всех школах пройдут родительские собрания, где ключевой темой как раз и станет обсуждение вопроса о внедрении пластиковых карт. Анастасия Шакирова, Ренат Харасов, Новости НТР. Вычисляем пенсию по-новому. Главный принцип, заложенный в измененной формуле, таков. Если раньше размер пенсии зависел от страховых взносов работодателя, то теперь основную роль будет играть трудовой стаж. Расчет пенсии будет идти не в рублях, а в баллах. Лилия Егорова поработала с пенсионным калькулятором. Главный принцип, заложенный в новой формуле, таков. Если раньше размер пенсии зависел от страховых взносов работодателя, то теперь основную роль будет играть трудовой стаж. Расчет пенсии будет идти не в рублях, а в баллах. Будет учитываться стаж. За каждый полный год будет начислено определенное количество баллов. Как и прежде, женщины будут уходить на пенсию в 55, а мужчины в 60. Минимальный трудовой стаж будет составлять 15 лет. Сейчас 5 лет. Увеличиваться он будет с каждым годом до 2025. Вычислить размер пенсии можно прямо сейчас при помощи пенсионного калькулятора. Пенсионный калькулятор находится на сайте Пенсионного фонда России. Здесь необходимо всего заполнить 9 полей, включая пол, год рождения, количество детей. Но самые главные вопросы касаются официальной зарплаты и трудового стажа. И вот результат для условной женщины 1970 года рождения, имеющей двоих детей и трудовой стаж 30 лет. Официальный заработок 25 тысяч рублей. Так вот, пенсия у нее к 2020 году составит 10 224 рубля. Вот и получается, чем больше трудовой стаж и официальная зарплата, тем больше размер пенсии. Также будет учитываться служба в армии периоды по уходу за ребенком. Нам-то не включали в месяц. С 2011 года только 5 лет вот так средний брали. А сейчас говорят, что весь заработанный стаж будут включать с 2015 года. Я вот сама только вышла тоже. Может быть, надо было подождать. Может быть, как раз. Не знаю. Что касается сегодняшних пенсионеров, то у них все останется без изменений. Пенсии также будут индексироваться. Лилия Горо, Максим Липин, Новости НТР. В Сатарстане открыта горячая линия по вопросам дошкольного образования и изменения родительской платы в детских садах. Количество обращений по вопросам такого характера в последнее время выросло в разы. Дозвониться по телефону горячей линии и задать свой вопрос могут жители всех городов и районов республики. Телефон горячей линии Министерства образования и науки 843-294-9508. Позвонить можно в рабочие дни с 9 утра до 6 часов вечера. Кроме того, задать свой вопрос можно и лично заместителю премьер-министра, министру образования и науки Энгелю Фатахову. Личный прием к гражданам проводят каждый вторник с 14 до 16 часов. Предварительная запись по телефону 8-843-292-92-12. Свои вопросы вы можете задать и в круглосуточном режиме по электронному адресу, который вы видите на своем экране. Перекресток, который не любят ни водители, ни пешеходы. Речь идет о дорожной развязке у нового Эссена. В октябре здесь обещали построить автомобильное кольцо, но с приходом мороза все работы были приостановлены. Александр Акишин побывал на месте. Автомобильная развязка, которая на деле оказалась настоящим препятствием. Подтверждает это как сводка дорожно-транспортных происшествий, так и наблюдение местных жителей. Машины едут оттуда, отсюда, со всех сторон. Тут с четырех сторон, с пяти сторон. Откуда только не вылетают машины, аварии здесь происходят ежедневно и не по одной. Увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий не только из-за непродуманной развязки, но и из-за безалаберности самих водителей. Как видите, исходя из этого знака при движении по этому направлению, поворачивать можно только направо. Но многие водители этим правилом пренебрегают и едут прямо. Ждать долго доказательств не пришлось. Эти любители сократить путь и являются одной из главных причин аварий. Не останавливает их нездравый смысл, невозможный штраф в полторы тысячи рублей. Не любят этот перекресток и пешеходы. Машины очень идут, почти не останавливаются никогда. Очень тяжело. Решение проблемы пытались найти в октябре. Тогда здесь началось строительство дорожного кольца. Но с изменением погонных условий работы были приостановлены. Дорожные службы обещают, что весной они возобновятся. Александр Акишин, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Вопрос, поднятый в этом сюжете, был адресован главе в рамках подготовки к программе «Прямая связь». Его мы обязательно передадим. Ну и вы тоже можете задать свой вопрос Айдару Медшину. Жалобы и предложения можно озвучить, позвонив по телефону 077. Также вопросы можно отправить через наш сайт ntrtv.ru. Новшество предстоящей программы «Прямая связь» в том, что принимаются также фото и видео вопросы. Дозвониться можно будет и в прямой эфир. Некоторые вопросы будут решены сразу, но те, которые останутся не озвученными во время прямой связи, изучат после программы. А «Прямая связь» выйдет в прямой эфир 17 декабря в 18 часов 30 минут. Надлежащего оказания коммунальной услуги требует житель Нижнекамска. В утреннее и вечернее время в квартирах дома химиков 90 отсутствует холодная вода. Причина – недостаточное давление. По результатам проверки прокуратуры города управляющей компании рекомендовано устранить эту проблему. Предположительно, с целью устранения данных нарушений управляющая компания планирует проведение ремонтных работ с целью замены трубопровода на больший диаметр. Вырыли траншею, сместили детскую площадку, вдобавок повредили деревья. С такой жалобой к нам обратились жители Дома мира 32. Как выяснилось, местные жильцы не в курсе, какие именно работы там ведутся. Оказывается, рабочие проводят кабель-канал для подключения трансформатора. Замечания жителей бригада рабочих обещала устранить. Ограждение установили. Детскую площадку после завершения работ приведут в порядок. Что касается зеленых насаждений, уверили, что дубы во время работ не пострадают. Нефтяники и химики сели за стол. Руководители и специалисты крупного, среднего и малого бизнеса обсудили актуальные вопросы и проблемы своей сферы. Главная тема встречи – формирование и развитие производства пластмасс и резинных изделий. Подробнее расскажет Алмаз Кашаев. Главные гости – представители руководства города и главного химпредприятия Нижнекамска. Игорь Ларионов считает, что подобные встречи необходимы в том числе для развития малого и среднего бизнеса. Цель этой сегодняшней сессии – это в том, чтобы донести понимание, точку зрения, до бизнеса общества совместно с представителями Нижнекамского муниципалитета, других предприятий, для того, чтобы показать, где можно развиваться. То есть дать такое направление, по которому можно двигаться, и которое будет поддержано государством. Подробную статистику развития нефтехимической промышленности в Татарстане привел директор Татнефтехиминвест холдинга Рафинат Ерулин. Из доклада стало известно, что в Татарстане необходимо увеличивать производство пластмасс и резиновых изделий. Их доля во всей нефтеперерабатывающей промышленности Татарстана невелика, а направление перспективное. Как организовать малый бизнес? Сегодня мы на круглых столах этот вопрос тоже будем смотреть. Все те плюсы и минусы якорных предприятий, как относятся к малому бизнесу, как наши чиновники относятся к малому бизнесу. Поучаствовать в форуме прибыли гости из соседних городов. По словам Олега Битмурзы, это хороший знак. Молодые предприниматели заинтересованы в работе. Сегодня основной нашей задачей это привлечение малого и среднего бизнеса, его рост, развитие, поспособствовать решению возникающих вопросов, проблем каких-то. В этой аудитории пройдет одно из заседаний круглого стола. Всего их будет три. И на каждом из них обсудят вопросы, актуальные для нефтехимической отрасли. Участники форума разделятся на три группы. В конце всех мероприятий будет принята резолюция. Подведут итоги. Алмаз Кашайф, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Телекомпания НТР совместно с Русфондом продолжает благотворительный проект в помощь больным детям. На этот раз речь пойдет о Ярославе Муравьевой из Зеленодольского района. У девочки двухсторонняя тугоухость второй степени. Ярослав очень любит петь и танцевать. Девочка хочет только одного – слуховой аппарат. Подробности далее. В этом доме разговаривают на повышенных тонах. Шестилетняя Яся, как называет ее мама, любимица в семье. Ласковая и улыбчивая. А еще очень общительная. Правда, разговаривать у нее получается с трудом. У девочки двусторонняя сенсеневральная тугоухость второй степени. В два годика она у нас, конечно, не очень четко разговаривала. Мы к невропатологу, к детскому обращались, обследовали нас, говорили, что ребенок здоров, все хорошо. Но, конечно, пропивали лекарства и лечились физиопроцедурами. И вот только в прошлом году у нас заметили, что проблема может быть со слухом. В следующем году Ярослава пойдет в первый класс. Она очень хочет учиться. Уже знает весь алфавит и даже пытается писать. Чтобы услышать учителя даже с первой партой, нужно немало усилий. Что мы хотим у Деда Мороза попросить? Чтобы ушки хорошо слышали. Да, Вера? Да? Да? Да, мы хотим, конечно, чтобы все детки были здоровы. И чтобы и наша дочь, и все детки в мире были здоровы. Очень хочется. Ярослава очень любит петь и танцевать. И мечтает о большой сцене. Правда, пока в репертуаре только одна песня. Про маму. Но девочка верит в чудо. Она не ждет на Новый год смартфоны и игрушки. Желает только одно. Слуховой аппарат. Стоимость его 190 тысяч рублей. Таких денег в семье нет. Надеются только на помощь неравнодушных людей. Топа ты, топа ты, так не улыбается. Там моя, не моя. Мамочка моя. Помочь девочке услышать мир можем и мы. Достаточно отправить смс со словом «Дети» на номер 5541. Стоимость сообщения 75 рублей. Как внести больше вклад можно узнать на сайтах нашей телерадиокомпании и Русфонда. И обращаем ваше внимание, что в связи с недавними поправками в законодательстве, всем, кто отправит такие смс, придется сообщение от мобильного оператора с просьбой подтвердить платеж. Если вы не выполните это условие, деньги до детей не дойдут. В Нижнекамский центр занятости по вопросу трудоустройства обратилось 146 вынужденных переселенцев из Украины. Из них в настоящее время трудоустроено 89 человек самостоятельно. Нашли работу 68 беженцев. Эту информацию предоставил центр занятости населения. Также они огласили список предприятий и организаций, готовых трудоустроить граждан Украины. К примеру, наибольшее количество вакансий сегодня предлагает акционерное общество НМУ-3. Предприятия горэлектротранспорта, жилстрой, химстрой, НК, двигатель, монтаж. Весь список предприятий, которым требуются рабочие, вы видите на своих экранах. Нижнекамский фонд «Трезвость» под управлением Сергея Коновалова занимается оздоровлением нации. Создают множество программ, проводят различные акции. На днях в Нижнем Новгороде прошла встреча социально ориентированных организаций, где президенту общества и вручили грант. Вкусно накормили и хорошо повеселили. В рамках декады инвалидов развлекательные заведения Нижнекамска гостеприимно встречают ребятишек с ограниченными возможностями и устраивают для них самый настоящий праздник. И отрадно, что это уже стало традицией. Алина Ахметова продолжит. Не только вкусно поесть, но и весело поиграть, найти новых друзей. Именно для этого нижнекамские дети собрались вместе. Это дети с ограниченными возможностями. Выходы из дома или о них редкость в состоянии здоровья не всегда позволяет. Маленькая Роксана инвалид по зрению. На праздник пришла вместе с тетей. Она, как и другие дети, больше всего любит играть и заниматься творчеством. Сейчас где находится? В ресторане. А зачем тебя в ресторан пригласили? В конец. В конец. В Нижнекамске 970 детей с ограниченными физическими возможностями. Часто те радости жизни, которыми пользуются здоровые ребята, для них роскошь. Поэтому выход свет стал большой радостью. Мы сегодня играли с клоунами, рисовали с ними, потом ели. Тут так очень вкусно кормят. Там пиццу давали нам, сладкие конфеты, еще картошка фри. В Нижнекамске кафе организовали для мальчиков и девочек настоящий добрый праздник. Увидеть улыбки на лицах детей – это именно то, чего добивались организаторы. Я их бесконечно люблю. И всегда, как только попадает такая возможность, я стараюсь всегда их привозить на все мероприятия. Родители также очень рады такой возможности. Ведь на таких встречах их дети не только развлекаются, но и находят новых друзей. Я считаю, что это важно, потому что это быть куда-то с детьми, познакомиться с новыми людьми. Это важно, да. И общение для детей. Я считаю, что это важно. На детский праздник пригласили артистов из подростковых клубов и различных творческих студий. Маленькие зрители увидели настоящий концерт. Завершение вечера большой плюшевый мишка устроил для мальчиков и девочек настоящую дискотеку. Нижнекамцев ждет новогодний сюрприз. Каждый год предприятие ТАИФНК, которое устанавливает елочный городок в сквере Лимаево, удивляет горожан какой-нибудь огромной светящейся конструкцией. Что за фигура будет стоять там в этом году, держится в большой тайне. Рабочие уже приступили к ее установке. А завезены отдельные части конструкции и начался их монтаж. Буквально через несколько недель площадь превратится в настоящую новогоднюю сказку. Карета, олени, фламинго, деревья, сакура. Все это лишь малая часть праздничного декора в сквере Лимаево. Я думаю, точно будем удивлять. Потому что все силы, все старания, все умения, которые здесь предлагают рабочие, руководство, я думаю, удивят и будет всем радостно. Ну, то есть пока под секретом, наверное, какая фигура. Ну, немножко, да, 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 конечно, да. Пока секрет. Да, да, да. Ну, будет, я думаю, очень радостно. Может быть, даже лучше, чем еще в том году. Исполнит заветное желание. Стать Дедом Морозом может каждый. НТР объявляет о начале предновогодней благотворительной акции. Приносить в редакцию игрушки, книжки, сладости. И мы передадим их тем, для кого этот год был трудным. Трудным. Такую акцию НТР проводит уже не в первый раз. И всегда вы, наши телезрители, активно участвуйте. Мы надеемся, что нынешний год не станет исключением. Исключением не стало и наше участие в этой акции. Маленькому Якиму в январе исполнится три годика. Однако он уже много видел. Летом вместе с родителями убегал из объятого войной Донецка. Сейчас семья Гузевых пытается устроиться на новом месте. Малыш пошел в детский сад. Сейчас он мечтает о конструкторе, но купить его семья не может. У нас сейчас, конечно, это дорого. Сейчас дорого. Мы только устроились не так давно. Я работаю с 18 числа вот здесь, в этом детском садике. Муж устроился тоже на работу не так давно. Поэтому пока что нам, да, на такие вещи, как игрушки, это пока для нас тяжело. Ждут подарков от Деда Мороза и детишки из центра Балкыш. Эти малыши оказались в тяжелой жизненной ситуации. И сейчас здесь около 80 воспитанников. И каждому из них очень нужно новогоднее чудо. Дедушка Мороз, принеси мне, пожалуйста, телефон. Большую куклу с сумочкой. Нези мне таран. Дед Мороз, нанеси мне сладости. Как раз со сладостями проблемы воспитанников Балкыша не бывает. Конфетки приносят спонсоры, выделяют сладкие подарки и Министерство образования. Но дети мечтают об игрушках, которые им Дед Мороз почему-то приносит не всегда. Наше министерство заложило статью финансовую только на сладкие подарки. К сожалению, нет на то, что просят наши дети. На сегодняшний день дети просят настольные игры, пазлы, мозаику. Дали констовары, раскраски, куклы, машинки. Для того, чтобы сбылась мечта каждого ребенка, телекомпания НТР начинает благотворительный проект «Стань Дедом Морозом». Присоединиться к нему мы предлагаем всем желающим, предприятиям и простым нижнекамцам. Приносите в нашу редакцию игрушки, книжки, конструкторы, и наш штатный Дед Мороз доставит их детям. Такую акцию мы уже проводили. Тогда удалось собрать огромное количество игрушек, подарить радость сотням детей. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. И начать мы решили с себя. Корреспонденты, операторы и монтажеры службы новостей решили исполнить мечту маленького украинского мальчика Якима. Конструктор ему мы уже купили, вручим перед Новым годом. Теперь дело за вами. Евгения Крабакова, Евгений Лызаев, Максим Липин, Ренат Харасов. Новости НТР. Ну и напомним, что адрес телекомпании НТР находится на Химиков 64, а наш телефон 077. Но на сайте НТР ТВ РУ стартовало голосование за участников телеконкурса «Лицо канала». Все, что нужно сделать, это зайти на сайт, кликнуть за того кандидата, который, по вашему мнению, достоин быть ведущим. Голосовать можно только один раз, и правый голос имеют зарегистрированные пользователи. Для удобства посетителей есть функция авторизации через популярные социальные сети. Так что судьба участников проекта «Лицо канала» в ваших руках. Ну и сегодня в Нижнекамске ожидается аномальное похолодание. Если еще с утра температура воздуха за окном была минус 3 градуса, то уже сейчас одна понизилась до минус 12 градусов. И это не предел. Температура воздуха будет остывать и дальше до минус 24. Будьте внимательны и выходя из дома, одевайтесь теплее. И вот такая максимально низкая температура сохранится до завтра. И только к вечеру субботы воздух прогреется до минус 17 градусов. Ветер подует с северо-запада со скоростью 1 метр в секунду. Ну а далее вас ждет спортивный обзор и новости на татарском языке. Я же с вами прощаюсь и желаю вам приятных выходных. До встречи. Сегодня в новостях спорта. В Нижнекамске стартовал открытый чемпионат города по боксу. У меня тренирует замечательный тренер. Кто станет чемпионом? В Казани проходит заключительный этап спорта Киады госслужащих. Об этом и не только. Смотрите после рекламы. Встречайте новый Рено Сандеро Степвейв Транстехсервис. Ощутите вкус настоящей свободы. Подробности в автосалонах компании Транстехсервис. Только два дня. 7 и 8 декабря ДК Альфа выставка казанских утоновых шуб. Большая новогодняя распродажа. Цены от 10 до 25 тысяч. Действуют скидки и рассрочка. Подробности у продавцов-консультантов. Время работы с 9 до 18 часов. 14 декабря. Дом народного творчества. Народный артист России Владимир Кузьмин. Лучшие песни. Телефон 3084-09. Спешите в строймаркет «Колорит». Только до конца года. Каждую субботу. Скидка на стройматериалы до 15%. Подробности в магазине «Колорит». Город Нижнекамск. Вокзальная 13А. Телефон 4060-06. 4060-06. Внимание! Газета «Нижнекамское время» продолжает подписку на 2015 год. Подпишись на первое полугодие и стань участником розыгрыша призов от наших спонсоров. Подробности по адресу химиков 64А. Служба такси 21 век. Телефон 300-300. Всегда с заботой о людях. Клиника «Имплант Дент». Все виды стоматологических услуг. 39-22-33. Ежегодная. Итоговая. Прямая связь с главой. Задавайте свои вопросы Айдару Медшину. И получите ответ в прямом эфире. Поговорим о главных спортивных событиях нашего города. В студии Вадим Струминский. Здравствуйте. Подопечный Владимир Крикунулов в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги предстоит принять команду автомобилист. Хоккеисты из Екатеринбурга на данный момент занимают седьмую строчку в Восточной конференции и имеют в своем активе 41 очко. Нефтехимик по-прежнему является аутсайдером Востока. У нижнекамцев 30 очков и предпоследнее место. Начало матча уже через несколько минут. В городе стартовал открытый чемпионат и первенство Нижнекамска по боксу. На протяжении двух дней спорткомплексы «Батыр» юноши будут выявлять сильнейшего. Главная задача подобных соревнований – выбрать боксеров для сборной Нижнекамска, которые отправятся вскоре на чемпионат республики. Минута до начала боя представитель Камских полян Максим Попов проводит последнее приготовление к поединку. Его соперник – нижнекамец. У оба боксера легковесы, поэтому все присутствующие ожидают захватывающий бой. С первых минут схватки Максим завладел инициативой – интенсивный обмен ударами, гонка, первый перерыв. Бойцы внимательно слушают наставления своих тренеров. Схватка возобновилась, Максим точно попадает в лицо соперника, появляется кровь. По итогам поединка победу единогласно отдают Камполянцу. Ну, что можешь сказать о своем сопернике? Ну, то, что он тоже достойен был победы. Но судьи решили, что выиграл я. Ну, все-таки как думаешь, благодаря чему тебе удалось удержать победу? Потому что меня тренирует замечательный тренер. Всего в соревнованиях принимает участие 63 боксера, в их числе ребята из Камполяна, Фанасова, Красного Ключа и спортивных секций Нижнекамска. Всех спортсменов было решено разделить на три возрастные группы. Сегодня состоялся первый игровой день, завтра пройдут финальные поединки, по итогам которых будет сформирована сборная города. Костяк сборной, естественно, Нижнекамск. Тут и спортклуб «Нефтехимик», и в основном ДМС составляет костяк. Кто войдет в состав сборной, пока неизвестно. Известно лишь одно. В январе лучшие нижнекамские боксеры отправятся на чемпионат Татарстана, который пройдет в столице нашей республики. В Казани проходит заключительный этап спорта Киада муниципальных служащих. Проводятся эти соревнования уже третий год подряд. Напомню, в прошлом году нижнекамская команда успешно выступила на всех этапах состязаний и вошла в тройку призеров. В этот раз наш город в финале будут представлять более 30 госслужащих. Сегодня команда отправилась в столицу республики. Муниципалам предстоит принять участие в соревнованиях по мини-футболу, волейболу и шахматам. Продлятся состязания до 7 декабря, а после станет известным имя победителя. Юниоры хоккейного клуба «Нефтехимик» готовятся к двухматчевой домашней серии против одного из принципиальных соперников. В Нижнекамск приедут игроки Нижегородского «Торпеда». На данный момент клубы не являются соседями по турнирной таблице. «Нефтехимик» занимает вторую строчку дивизиона по «Волжье» в активе нижнекамских юниоров 50 очков после 20 проведенных встреч. Хоккеисты «Торпеды» еще недавно располагались на третьем месте, однако очереда неудачных матчей откинула их на шестую позицию. В субботу команды начнут свой поединок в 15 часов 15 минут. В воскресенье игра запланирована на час дня. Матчи пройдут в старом ледовом дворце. Вход свободный. И на этом у меня все. Приятных вам выходных. Еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»